Джозефина Тей. Мисс Пим расставляет точки. Читает Константин Корольков. Глава первая. Звонил колокол, назойливо, требовательно, раздражающе. Звук разносился по тихим коридорам, бесстыдно разрушая утреннюю тишину. Сквозь распахнутые, словно зевающие рты окна, смотревшие внутрь небольшого четырехугольного двора, оглушительный трезвон вливался в безмолвие залитого солнцем сада, где трава была еще седой от росы. Маленькая мисс Пим зашевелилась, еще в полусне приоткрыла серый глаз и, не глядя, потянулась за часами. Часов не было. Она открыла второй глаз. Кажется, не было и ночного столика. Ну, конечно, теперь она вспомнила. Вчера вечером она обнаружила, что никакого ночного столика нет. Ничего не поделаешь, часы пришлось положить под подушку. Она сунула туда руку и попыталась нащупать их. Силы небесные, но и трезвон. Отвратительно. Часов под подушкой не было, но они должны там быть. Мисс Пим подняла подушку и обнаружила под ней только батистовый платочек с веселым бело-голубым рисунком. Она положила подушку на место и, нагнувшись, заглянула в пространство между кроватью и стеной. Да, там лежало что-то похожее на часы. Распластавшись на животе и опустив руку, мисс Пим с трудом дотянулась до них, захватила кончиками большого и указательного пальцев и осторожно подняла. Если она теперь их уронит, придется выбираться из постели и лезть под кровать. Со вздохом облегчения она перевернулась на спину, торжествующе держа часы перед собой. На часах было половина шестого. Половина шестого! У мисс Пим перехватило дыхание, она в изумление вытращила глаза, не веря себе. Неужели и правда? В каком-нибудь колледже, пусть даже физического воспитания, начинают день в полшестого. Конечно, в заведениях, где не испытывают необходимости ни в ночных столиках, ни в настольных лампах, можно всего ожидать. Но в полшестого! Мисс Пим поднесла часы к своему маленькому розовому ушку. Они честно тикали. Она перевела глаза на видневшийся в окне за кроватью сад. Да, действительно, еще очень рано. Весь мир выглядел так, как бывает только ранним утром. Неподвижно, призрачно. Ну-ну. Вчера вечером Генриета, стоя в дверях комнаты мисс Пим, и заполняя их своей крупной величественной фигурой, сказала. Спокойной ночи. Студентки в восторге от твоей лекции, дорогая. Увидимся утром. Но предупредить о звонке в половине шестого ей не пришло в голову. Ладно, это ее не касается. Когда-то и она вела жизнь по звонкам, но это было давно. Почти двадцать лет назад. Теперь в жизни мисс Пим звонок раздавался только тогда, когда она нажимала на кнопку кончиком пальца. Когда трезвон перешел сначала в жалобное дребезжание, а затем замер, мисс Пим повернулась к стене и с удовольствием зарылась лицом в подушку. Это ее не касается. Роса на траве и все такое это для юных, для великолепной сияющей юности, и пусть это у них будет. А у нее будет еще два часа сна. Мисс Пим выглядела очень по-детски. Круглая розовая личика, аккуратный носик пуговка и каштановые волосы, уложенные по всей голове волнами, которые удерживались заколками-невидимками. Она очень устала. Поездка в поезде, встреча с Генриетой, лекция. Слабая сторона ее я подсказывала, что, по всей вероятности, она уедет сегодня же после ланча, а ее перманенту всего два месяца, и потому волосы на одну ночь можно было совершенно спокойно не закалывать зажимками. Однако отчасти на зло слабой стороне своего я, с которой она постоянно вела жестокую борьбу, отчасти желая оказать честь Генриете, она вколола все четырнадцать зажимок и проследила за тем, чтобы они несли свою ночную службу. Вспоминая ум и энергию Генриеты, сегодня утром это помогало побороть всякие попытки потворствовать себя, мисс Пим изумлялась тому, как жива в ней желание быть достойной Генриеты. В школе она — маленький крольчонок, четвероклассница. До умопомрачения восхищалась шестиклассницей Генриеты. Генриета была прирожденной старостой. Ее талант заключался в исключительной способности следить за тем, чтобы другие проявляли свои таланты. Именно поэтому, хотя некогда Генриета и оставила школу, предпочтя готовиться к работе секретарши, теперь она была директрисой колледжа физического воспитания, то, в чем она не смыслила абсолютно ничего. Она совершенно забыла, а Люси Пим, как и Люси Пим, забыла о ней, пока мисс Пим не написала книгу. Как, во всяком случае, сама Люси думала о своем труде, книга с большой буквы. Она все еще была сама несколько удивлена книгой. Ее миссией было учить школьниц говорить по-французски, и она занималась этим четыре года. А когда умерли сначала отец, а потом мать, оставив ей 250 фунтов в год, Люси одной рукой стерла слезы, а другой написала заявление об отставке. Директриса с явной завистью, не проявив никакого сочувствия, не приминула заметить, что дивиденды с 250 фунтов вряд ли могут обеспечить серьезный запас прочности для цивилизованного культурного существования, которого достойны такие люди, как Люси. Но Люси все же ушла и поселилась в цивилизованной культурной квартирке, расположенной достаточно далеко от Камдентаун, чтобы считаться находящейся близко к Риджент-парку. Риджент-парк «Аристократический район Лондона». Необходимый для существования запас прочности она добывала, давая время от времени уроки французского языка, когда надвигалась плата по счетам за газ, а свободное время проводила, читая книги по психологии. Первую книгу по психологии Люси прочла из любопытства. Ей подумалось, что это может быть интересно. Остальные она прочла, чтобы посмотреть, все ли они такие же глупые. К тому времени, как она прочла 37 книг по психологии, у нее появились об этом предмете собственные мысли, отличающиеся, разумеется, от того, что было написано в 37 прочитанных к этому моменту томах. Эти 37 томов казались ей совершенной несуразицей и так раздражали ее, что она снова и снова садилась и исписывала целые стопки бумаги, опровергая изложенное в них. А так как в английском языке для большинства понятий, которыми оперирует психология, нет определений, изъясняться можно только пользуясь специальным жаргоном, то все ее опровержения выглядели вполне наукообразно. Этим бы все и кончилось, если бы мисс Пим не воспользовалась оборотной стороной испорченного листка. Она печатала на машинке не очень профессионально, чтобы написать следующее. «Многоуважаемый мистер Сталлард, я была бы вам очень признательна, если бы вы не включали радио после 11 вечера. Оно мне очень мешает. Искренне ваша Люси Пим». Мистер Сталлард, с которым она не была знакома, его имя значилось на дощечке на двери этажом ниже, и вылся лично в тот же вечер. В руке он держал ее письмо и показался Люсе очень разгневанным, так что она несколько раз сглотнула, прежде чем смогла произнести хоть какой-нибудь членораздельный звук. Но мистер Сталлард не сердился по поводу радио. Он работал в предательстве, и его обязанностью было читать присылаемые рукописи. Его заинтересовало то, что было напечатано на обороте письма Пим. Нынче, когда бум прошел, издатель от одного предложения напечатать книгу по психологии упал бы в оборок или позвонил бы, чтобы принесли бренди. Но в прошлом году издательский мир испытал потрясение. Британская публика, устав от романа, вдруг проявила интерес к сверхсложным вопросам, как, например, расстояние от Сириуса до земли или скрытый смысл танцев аборигенов Бичуана Лэнда. Издатели лезли из кожи, стараясь удовлетворить эту невиданную жажду знаний, и мисс Пим приняли с распростертыми объятиями. Иначе говоря, старший компаньон издательства пригласил ее на ланч и предложил подписать договор. Это само по себе было удачей, но проведение позаботилось не только о том, чтобы британская публика устала от романов, но чтобы еще интеллектуалы устали от Фрейда и компании. Они жаждали чего-то нового. И этим новым оказалась Люси. Таким образом, однажды утром она проснулась не только знаменитостью, но и автором бестселлера. Это ее так потрясло, что она вышла из дома, выпила в кафе три чашки черного кофе и всю оставшуюся часть утра просидела в парке, глядя прямо перед собой. Ее книга оставалась бестселлером несколько месяцев и для мисс Пим стала привычным читать лекции по своей теме в научных обществах. Тут вдруг пришло письмо от Генриетты. Она напоминала Люси об их совместных школьных днях и звала погостить у нее в колледже побеседовать со студентами. Люси успела немного устать от бесед, да и образ Генриетты с годами слегка потускнел. Она уже готова была ответить вежливым отказом, как вдруг вспомнила тот день, когда четвертый класс обнаружил, что ее, мисс Пим, полное имя Летиция. Это позор Люси скрывало всю свою жизнь. Четвертый класс превзошел сам себя, и Люси уже зараздумывала, очень ли будет переживать ее мать, если она, Люси, покончат с собой. Потом она решила, что, коли уж на то пошло, мать сама довела ее до этого, дав Люси такое претенциозное имя. Однако тут же на насмешниц набросилась Генриетта. Набросилась буквально и метафорически. Ее гневные замечания немедленно повергли насмешницниц. Имя Летиции уже никогда более не произносилась, а Люси вместо того, чтобы броситься в реку, отправилась домой, где ее ждал рулет с Дженом. Сидя в своей цивилизованной культурной гостиной, Люси вновь ощутила волны горячей благодарности, которые, как когда-то, перекатывались у нее в душе. Она ответила письмом, сообщая, что будет счастливо провести с Генриеттой вечер. Врожденная предусмотрительность не была полностью стерта чувством благодарности и с удовольствием поговорит о психологии со студентками. «Удовольствие она получила большое», — подумала Люси, загораживаясь простыней от яркого дневного света. Пожалуй, самая милая аудитория из всех, что она видела. Ряды прелестных головок, превративших голый лекционный зал в нечто похожее на сад. И дружные сердечные аплодисменты. После вежливых хлопков, которыми ее одаривали последние несколько недель в научных обществах, приятно было слушать, как звонко ударяются друг о друга сложенные чашечкой ладони. И вопросы, которые ей задавали девушки, были весьма умными. Хотя психология значилась одним из предметов расписания, висевшим в преподавательской, мисс Пим почему-то не ожидала, что ее так хорошо поймут студентки, у которых, по-видимому, целые дни работали только мускулы. Конечно, вопросы задавали лишь немногие, так что оставалась вероятность, что остальные были недалекими. Ну ладно. Сегодня ночью она уже будет лежать в своей удобной кровати, и все это будет казаться сном. Генрета уговаривала ее остаться на несколько дней, и мисс Пим уже была поддалась на ее уговоры, но ужин ее сразил. Бобы и молочный пудинг показались ей не слишком вдохновляющей едой для летнего вечера. Очень укрепляющая, очень питательная и все такое, она в этом не сомневалась, но это меню вряд ли захочется повторить. Генрета сказала, что преподаватели в колледже питаются так же, как студентки, и Люси надеялась, что сомнения, с которым она глядела на бобы, не было замечено. Люси старалась смотреть на них с веселым и довольным видом, но, может быть, ей это не удалось. — Томми! Томми! О, Томми, дорогая, проснись, я в отчаянии! Сон мгновенно слетел с мисс Пим. Казалось, что отчаянные вопли раздаются у нее в комнате. Потом она сообразила, что второе окно выходит во двор. Двор этот маленький, и разговор между обитательницами комнат через распахнутый на стежок на естественный способ связи. Мисс Пим полежала, стараясь успокоить колотящееся сердце, глядя поверх складок простыни на то место, где за бугорком, скрывавшим большие пальцы ее ног, виднелся в ракурсе кусок дальней стены. Однако кровать стояла в углу комнаты. Окна справа находились за изголовьем, другое слева, выходившее во двор в изножье. И со своей подушкой мисс Пим могла видеть в тонкой вертикальной полоске света только половину открытого окна в стене по ту сторону двора. Томми! Томми! Темноволосая голова появилась в окне, о которой было видно мисс Пим. Послушайте, кто-нибудь произнесла голова. Бросьте чем-нибудь в Томас, и пусть Дейкерс прекратит кричать. О, Грингейдж! Грингейдж, в переводе с английского слива Рэнклот. Душенька, ты просто черствое животное. У меня лопнула подвязка, и я не знаю, что мне делать. А Томми вчера взяла мою единственную булавку, чтобы открывать моллюсков-береговичков на вечеринке два с половиной пенса. Она просто обязательно должна отдать мне ее прежде, чем... — Томми! Томми! — Эй, заткнись-ка! — приглушенно произнес еще один голос, и наступила пауза. Пауза почувствовала Люси, заполненная языком жестов. — И что должна означать вся эта жестикуляция? — спросила темная головка. — Замолчи, говорю. Это отчаянно сотовоче. С итальянского в полголоса, приглушенно. — Она там. — Кто? — Это Пим. — Что за чепуха, душенька! Это был снова голос Дейкерс. Высокий, звонкий, счастливый голос, всеобщая любимица. Она спит в передней части дома, там, где и остальные сильные мира сего. А как ты думаешь, у нее может найтись лишняя булавка, если я попрошу? По-моему, она предпочитает молнии, — вмешался еще один голос. — Ох, да тише вы! Говорю вам, она в комнате Бентли! На сей раз наступило настоящее молчание. Люси увидела, как темная головка резко повернулась к ее окну. — Откуда ты знаешь? — спросил кто-то. — Джолли сказала мне вчера вечером, когда раздавала ужин. Джолли в переводе с английского веселой, радостной. — Мисс Джоллиф! — Это экономка, — вспомнила Люси и оценила прозвище данной этой мрачной представительницы рода человеческого. — И правда, Господи! — произнес чувством голос, говоривший про молнии. Тишину разорвал звон колокола, такой же настойчивый, как и тот, что разбудил их. Темная головка исчезла при первых же звуках, иск бы с шумом и звон можно было расслышать только голос Дейкерса, исполненный жалобного отчаяния. Деловые заботы дня осмели, допущенные светские оплошности низвели до их истинной значимости крайне мелкой. Вал звуков поднялся навстречу звону колокола. Захлопали двери, затопали по коридору ноги, всюду раздавались громкие голоса. Кто-то вспомнил, что Томас все еще спит, и после того, как брошенные из ближайших окон предмета не смогли ее разбудить, по ее запертой двери была выбита барабанная дробь. А потом послышался шум ног, бегущих по усыпанной гравием дорожке, которая пересекала поросший травой двор. И вот все больше ног бежит по гравию, все меньше по ступеням, журчание голосов нарастает, достигает кульминации и постепенно утихает. Когда шум почти замер в отдалении, по гравию протопала одинокая пара ног. А голос на бегу повторял с каждым шагом. — Черт, 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 черт! Очевидно, Томас, который любит поспать. — Мы спим всей душой, — посочувствовала неизвестный Томас. — Кровать — это чудесное место в любое время суток, но если человек от природы такой соня, что ни дикий трезвон колокола, ни виск соучениц не производит на него никакого впечатления, значит, вставание для него — пытка. Наверное, Томас Валийка. Все Томасы-валийцы. Кельты терпеть не могут рано подыматься. Бедная Томас, бедная-бедная Томас. Люси захотелось найти для бедной Томас такую работу, где можно было бы спать до полудня. Волны сна накатили нами спим, и она стала погружаться в них глубже и глубже. — Интересно, — подумала она. — Отдают предпочтение молниям? Это комплимент? — Наверное. Вряд ли станут восхищаться приверженностью к булавкам. Так что, может быть, она заснула. Глава вторая. Два казака шести футов роста били ее кнутами за то, что она упорствовала, желая пользоваться старомодными булавками, тогда как прогресс предписывал молнии. Кровь уже текла у нее по спине, но тут она проснулась и обнаружила, что единственное, что подвергается насилию, — это ее слух. Снова гремел колокол. Люси пробормотала нечто нецивилизованное и некультурное, и села. Нет, определенно, ни на минуту после ланча она не останется. В 2.41 есть поезд из Ларбора, и этим 2.41 она и уедет. Прощайные слова «Посказанный долг дружбе отдан». Душа Миспим наполнилась радостным предвкушением бегства. На платформе она купит полуфунтовую коробку шоколада в знак избавления. Потом, в конце недели, это отразится на шкале весов в ванной комнате, но не все ли равно? Мысль о весах напомнила Миспима о цивилизованной культурной потребности принять ванну. Генри это извинилось, что до ванных комнат преподавателей так далеко. Заодно она извинилась, что помещает гостю в студенческий блок. Но к Фрекен Густавсон приехала из Швеции мать и заняла единственную преподавательскую комнату для гостей. Она собиралась оставаться в Лейсе еще несколько недель, пока не увидит и не сможет оценить результаты работы своей дочери на ежегодных показательных выступлениях, которые состоятся в начале следующего месяца. Люси сомневалась, что при ее способности ориентироваться на местности, весьма слабые, по мнению друзей, она сможет отыскать эту ванную комнату. Обродить, крадучись, по широким пустым коридорам, да еще нечаянно попадать, все может быть, в учебную аудиторию, это ужасно. И еще ужаснее блуждать в коридорах, переполненных девушками, поднявшимися на заре, и искать место, где можно осуществить свое запоздалое омовение. Мысль Люси всегда работала именно так. Ей недостаточно было представить себе одну сторону ужасного обстоятельства, обязательно нужно было вообразить и противоположную тоже. Люси так долго сидела, обдумывая соперничающие между собой аспекты ужасных обстоятельств и наслаждаясь ничего не деланием, что колокол успел зазвонить еще раз. И еще одна волна топочущих ног и кричащих голосов накатила и омыла тишину утра. Люси поглядела на часы. Было половину восьмого. Она уже решила было вести себя не цивилизованно и не культурно, и ходить грязнули, как называла это ее приходящая прислуга. В конце концов, что такое это погружение в воду, как несовременное причудо? И если Карл II допускал, чтобы от него не очень хорошо пахло, то кто она такая? Она, просто людинка, чтобы скрипеть зубами от того, что не приняла ванну. Но тут раздался стук в дверь. Спасение явилось. О, радость! О, счастье! Ее дурацкому положению пришел конец. — Войдите! — откликнулась она радостно, как Робинзон Крузо, приветствующий высаживающийся на остров Кампания. Конечно, Генриетта пришла пожелать Люси доброго утра. Как глупо было с ее стороны не подумать об этом. В душе она все еще оставалась зайчонком, который не ожидал, что Генриетта вспомнит и побеспокоится о нем. Право, ей, Люси, нужно культивировать в себе образ мышления более подходящей знаменитости. Может быть, если она будет причесываться по-другому или повторять двадцать раз на дню по системе Куэ, войдите. Но это была не Генриетта. Это была богиня. Богиня с золотыми волосами, в ярко-голубольненной тунике, синими, как море, глазами и парой дивных, достойных самой сильной зависти ног. Люси всегда обращала внимание на ноги других женщин, потому что ее собственные были для нее источником горькой досады. — О, простите, — проговорила богиня. — Я забыла, что вы, может быть, еще не встали. Мы здесь поднимаемся ужасно рано. Люси подумала, что со стороны этого небесного создания было очень мило принять на себя вину за ее, Люси, ленность.